В ноябре в Баку состоится масштабное, имеющее мировое значение, событие – 29-я конференция Рамочной Конвенции ООН по изменению климата. В связи с этим азербайджанские власти даже перенесли выборы в парламент с ноября на сентябрь, чтобы, как говорится, ничего не отвлекало от обсуждения столь значимой для всего человечества проблематики. Напомню, в качестве страны и хозяйки главной мировой климатической конференции Азербайджан был избран в декабре прошлого года. Главной целью КОП-29 Баку формулирует решение сразу нескольких довольно амбициозных задач. Первая и, пожалуй, самая важная в сегодняшнем все более турбулентном мире – наведение моста между конфликтующими странами, так называемого глобального севера и глобального юга, а также государствами, которые принято называть развитыми и развивающимися. Президент Азербайджана рассказывал о том, что, когда он начал заниматься проблематикой, он был шокирован, насколько сильного противостояния, противоречия между развитыми странами, условно говоря, севера и коллективного запада, как мы говорим, и развивающимися странами, условно говоря, глобального юга. Но важно сформулировать это в качестве одной из важнейших задач и начать, в последние годы Азербайджан ассоциируется с государством неуклонно стремящимся добиться справедливости в международных процессах в разных точках мира. Следует отметить, что поднимать повестку проблем развивающихся государств Баку активно начал во время своего пятилетнего председательства во второй по величине международной организации – движение «Неприсоединение». Тогда Баку не только реанимировал эту, к тому времени, потерявшую свое практическое значение международную структуру, но и сделал ее весьма активным инструментом в обсуждении и решении многих актуальных проблем межгосударственного сотрудничества. Главное внимание деятельности этой организации в период председательства Азербайджана было сфокусировано на устранении несправедливости в отношении малых развивающихся стран со стороны крупных развитых государств. Азербайджан не только инициировал важные дискуссии, но и активно, в том числе финансово, помогал исправлению ситуации. 29-я конференция сторон Рамочной Конвенции об изменении климата является хорошим продолжением повестки борьбы с несправедливостью. По словам президента Ильхама Алиева, один из приоритетных вопросов повестки председательства Азербайджана на КОП-29 станет решение проблем, с которыми сталкиваются малые островные развивающиеся государства, наиболее подверженные негативным последствиям изменения климата. Азербайджан также намерен поставить вопрос ребровым финансированием международным сообществом борьбы с изменением климата. Баку инициировал создание специального фонда, который будет осуществлять такое финансирование. Мы приложим все усилия для наведения мостов между развитыми и развивающимися странами в рамках КОП-29 Баку и будем стремиться к достижению соглашения, которое учитывало бы законные интересы развивающихся стран. Приоритеты Азербайджана также включают поддержку малых островных развивающихся государств, сталкивающихся с угрозой существованию из-за негативных последствий климатических изменений. Азербайджан инициировал создание специального фонда технической помощи для поддержки малых островных развивающихся государств. По словам Алиева, удовлетворение растущих финансовых потребностей развивающихся стран, связанных с изменением климата, является главной задачей и коллективной ответственностью перед нынешними и будущими поколениями. И Азербайджан примет все необходимые меры для продвижения, ускорения, выполнения взятых обязательств. Казалось бы, как климат может объединить расколовшийся мир. Однако сам миротворческий посол Азербайджана объединиться и поставить перед международным сообществом задачу сделать будущее более безопасным уже заслуживает уважения. Кстати, мирная повестка Азербайджана уже начала действовать. В декабре прошлого года Баку и Ереван договорились в рамках движения к нормализации отношений обменяться пленными, что и было сделано. Кроме того, Армения отозвала свою кандидатуру на проведение КОП-29 в пользу Азербайджана. А теперь Баку ждет армянского представителя у себя на климатической конференции в ноябре. Климатическая конференция в Баку ожидает быть действительно громким событием. Президент Азербайджан Аль-Хам Алиев с начала года лично посещает различные международные мероприятия, на которых продвигает климатическую повестку КОП-29. Азербайджан уже заручился поддержкой подготовки конференции со стороны ключевых держав в России, Китае, США. В июле в Баку провел переговоры специальный председатель президента России по связям с международными организациями для достижения целей по устойчивому развитию Борис Титов, который заявил, что российская сторона принимает активное участие в подготовке конференции КОП-29. Российская сторона принимает максимально активное участие в подготовке. 29 конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – это, наверное, то, что стоит во главе всей мировой повестки, и нашей в том числе. Уверены, что КОП-29 пройдет успешно, ведь Азербайджан становится инициатором важных инициатив. Однако не всем традиционно нравится, что Азербайджан проводит столь значимое событие, как КОП-29, и без интриг не обходится. Так Франция упорно призывает международное сообщество лишить Баку права принять конференцию, ссылаясь на проведенную Азербайджаном в сентябре прошлого года военную операцию в Карабахе. Поразительное, конечно, лицемерие упрекать в агрессии страну, которая в полном соответствии с международным правом, напомним о четырех резолюциях ООН, обязавших Армению к деоккупации азербайджанских земель, собственными силами восстановила контроль над своей территорией. При этом ничего не говорить о бесчинствах армянских властей на оккупированных территориях, о лишениях изгнанных из своих домов сотни тысяч азербайджанских беженцев, которые, надо отметить, благодаря действиям азербайджанских властей, сегодня массово возвращаются в места своего прежнего проживания. Это, как говорится, в своем глазу бревно не видит, а в чужом соринку. Однако использование Парижем этой фальшивой карты в своих узкокорыстных целях так и не привело к результатам. Уже ни у кого нет сомнений, что КОП-29 состоится и станет настоящим прорывом, бакинским прорывом в борьбе за будущее Земли и потолкнет мир конкретным действием в климатической повестке.